День города Читинцы С праздником, дорогие! День города Читинцы И сегодня все это поздравляют любимый город с праздником! День города Читинцы Большой интерес у собравшихся вызвала ретро-колонна. Среди раритетных автомобилей были «Чайки», «Победы», «Москвичи». После шествия на площади Ленина стартовал фитнес-марафон. Читинские силачи выявили лучших в конкурсе «Настоящий сибиряк». А на бывшем стадионе Сивово состоялся праздничный концерт. Читинцев поздравили первые лица города и края. Дорогие друзья, действительно сегодня замечательный день. Город у нас молодой, всего-то 161 год. Но город у нас молодых. И вы видите, и сегодня во время шествия, и здесь сейчас на стадионе огромное количество молодых, ярких, красивых лиц, темпераментных, энергичных, любящих свое дело, свое творчество. Это здорово! В принципе, ради этого мы все здесь стоящие, руководители, и трудимся, и живем. И понятно, что все нацелено не только на сейчас, все нацелено на будущее. Вечером центром праздника вновь стала площадь Ленина, где прошел концерт молодежных коллективов города. До 11 вечера горожане танцевали под зажигательный ритм, а ровно в 23.00 небо озарил фейерверк. 26 мая в Чите состоялась встреча с организатором проекта «10 тысяч верств» Владом Мининым. Он вместе с оператором едет из Владивостока в Москву на джипе «Тойота Тундра». Это пробег из Владивостока до Москвы по второстепенным дорогам России. В частности, по деревням, селам, для того, чтобы встретить настоящих русских людей, которые проживают в самобытных населенных пунктах, узнать условия их жизни сейчас, об их культуре, об их традиции. Но самое главное отличие – мы познаем информацию, которую мы видим с точки зрения позитива. То есть у нас есть много каких-то негативных моментов в стране, да, и принято о них говорить, но в этот проект мы не включаем ничего негативного, мы говорим только о позитиве, только смотрим интересные вещи, которые нас интересуют, и освещаем их с точки зрения позитива. Делаем фотографии, в частности, мужчин России, для последующей проведения выставки в Москве «Россия сегодня – история в лицах». Он также добавил, что многие жители деревень, вопреки расхожему мнению, не хотят переезжать в город, а мечтают лишь об улучшении условий жизни. Говоря же о Читинцах, он отметил, что люди в нашем городе изменились со времени его предыдущего автопробега. Чита сейчас у меня совершенно открывается по-новому, и еще раз говорю, что это все зависит от твоей энергии, твоей подачи, потому что сейчас я вижу только прекрасных людей. До того, как я сюда путешествовал, я всегда нарывался на каких-то пацанов, на каких-то дальнобойщиков или милиционеров, которые каким-то образом пытались что-то у меня отжать. Вообще, по словам путешественника, на позитиве нужно быть всегда и не делать людям зла, тогда и к тебе будут относиться хорошо. Отвечая на вопрос корреспондента «Заобмедиару» о том, приходилось ли им в пути сталкиваться с сотрудниками ГИБДД, Влад сказал. Сталкивались прекраснейшие люди, особенно в Чите. Я вам скажу, что сколько раз я проезжал через Читу, у меня всегда были какие-то разговоры не о приятном, а вот в этот раз это просто прекрасно. Видите, просто настолько позитивная волна, что нас остановили. Мы же едем без номеров на машине, нет номеров никаких абсолютно. Нас остановили и сразу же подошли к нам с улыбкой. Они нас не знали, но сразу подошли с улыбкой, очень вежливо с нами общались. Это где такое было? А вот мы въезжали. Особенно эгонисты. Это на самом деле мы настолько удивились, что это действительно просто вот, просто здрасте, вот хлеб с соль, понимаете. Более того, путешественник заявил, что все ему нравится в Забайкале. Здесь и природа похожа на красивые уголки мира, и дороги у нас оказываются далеко не самые худшие. После беседы Минин показал свой автомобиль, который специально для данного проекта подготовили в Америке. 27 мая путешественники отправились на Байкал. 28 мая свой профессиональный праздник отмечают пограничники. Ежедневно около пяти тысяч военнослужащих заступают на охрану рубежей России. О том, насколько хорошо справляются пограничники со своей задачей и на надежном ли замке российская граница съемочная группа Забмедиару спросила учетинцев. Я даже не знаю, но думаю, да. Если мы по сей день живем, у нас все нормально в России, значит все нормально. Сейчас видите, как граница держится на всем электронном, у меня свои камеры стоят на каждом участке, но я думаю, так, ну, конечно же, работает надежнее. И ваши пожелания пограничникам? Желаю всем службы хорошей, чтобы все было отлично, успехов. Да ну, она вся открытая. Ну, я думаю, что границы наши хорошо защищены. Меня вот зять служит, да. И вы в нем уверены? Да, в нем уверена, парень хороший. Да. А почему так уверена? Потому что я Забайкальска, я там знаю, вижу. Во-первых, они о себе постоянно сообщают какую-то информацию. Они вечно ловят преступников, контрабандистов на таможне, собачек обучают. Ну, то есть, благодаря СМИ, я думаю, что они там, у них все хорошо. Нет, не уверена. По одной простой причине развалили полностью пограничные войска все. И на границе такой хаос стоит. Поэтому вы не уверены, к сожалению? Абсолютно. Потому что от Китая войск до Читы никаких не осталось. Об этих и других событиях читайте на сайте забмедиа.ру